после замены задней карги на более крепкие надежные кольца нам необходимо установить резинку то есть то что у нас будет держать багаж на конце резинки будут стоять карабины петлю ну я в данном случае делаю вот такую вот прошивку можно завязать узел кому как удобно у меня вот так вот нравится сверху есть станет термоусадочка про строчку прошивку сделали теперь надеваем просто термоусадочку вот так достаточно чуть-чуть и конечно лишнее сейчас я вот так подрежу термоусадку я обжимаю феном не открытым огнем не спичка не сжигалка там потому что он будет подпаливать материал феном гораздо эффективнее ну собственно это все петля у нас готова сюда можно теперь поставить карабин все универсальная резинка которым будет съемные которые станет у нас таким вот образом здесь ее можно снимать как угодно использовать вообще хоть даже в качестве буксировочный не сильно тяжелую доску там да ну осталось на со второго конца то же самое сделать предварительно надев термоусадочку я взял чуть-чуть маловатую она просто потом через петлю не пролезет и сейчас также иголкой значит прошью вторую петлю посмотрите прошивать я начинаю не снаружи а изнутри петли потому что вот этот хвост который останется мы будем в конце когда все пройдем всю про строчку другой конец нитки будем здесь завязывать и чтобы узел у нас получился внутри вот этой ложбинки то есть когда мы пройдем про строчку потом в обратную сторону мы иголку выведем здесь и завяжем узел то есть он не будет где-то вот тут вот снаружи торчать чтобы он не выпирал то есть у нас вот так вот все гладенько получится теперь когда у нас прошивка прошла в одну сторону нам нужно вернуться назад чтобы вышло здесь и завязать узел проходим просто по тем же отверстием где вот здесь вот нитка заходит также ну соответственно в каждую вот эту точку у нас получше ровно красивые стежки ну вот вывели мы значит вторую нитку сюда и теперь здесь ну просто завязываем узелок есть принципе сильно там что-то мудрить не надо сама про строчка она прекрасно сама себя держит вот здесь вот я вот так поступаю все завязали обрезаем джердалки под рукой не оказалось но приходится по старинке спичками и оплавляем хвостики оплавить надо обязательно чтобы они не распустились собственно осталось вот одеть термоусадку оплавить и все маловато и диаметр ну то что у меня оставалось под рукой было в принципе термоусадку надо подбирать с таким расчетом чтобы она свободно заходил и помните о том что изначально диаметр термоусадки который вы покупаете он обжимается в два раза может ужаться температуру но не более то есть сильно здоровую тоже не надо потому что она не обожмется нам будет болтаться и просто будет съезжать надели термоусадку все готово так у нас получилось вот такая вот резинка длина его два с половиной метра почему такая длинная сейчас покажу здесь мы цепляем за вот эти вот карабины через этот карабин пропустить можно таким вот образом прошла собственно такая вот задник как у нас получилось здесь у нас перехлёст то есть если мы здесь кладем достаточно объемный ну как на 125 литровый герма баул то можно практически любую длину резинки сделать на то есть либо перепустить дополнительный какой-то крепеж сделать либо можно не снять вообще просто сложить вдвойне или зацепить сзади идущую доску взять просто ну на буксир и вот просто если она не нужна мешается просто снять куда-то и убрать для чего я ставлю карабины на кольца да то есть казалось бы резинка может скользить спокойно и так и так через кольцо и через карабин это для удобства погрузки вот мы отцепили положили и зацепили обратно все он прочный я показал сейчас на маленьком верном мешке ну вот если бы это был пропущен через кольца выковыривать 125 литровый герма баул весом 40 килограмм достаточно проблематично а так убрал резинку поставил накинул и зацепил копье не про кроме резинок можно еще использовать вот такие стропные стяжки так назовем условных жесткие значит ну правда привыкли больше к резинкам и они нам больше нравятся а так по сути у них тоже есть карабинчики можно застегнуть и плотненько вот так вот притянуть преимущество в чем вот у таких вот вы максимально плотно прижали герман мешок герман баул к доске он у вас очень надежно закреплен не болтается ничего но из минусов вот это вот место когда вы доску раскачиваете куда-то втыкается так далее у вас мешок по инерции болтается но соответственно вся нагрузка идет вот на это место на это кольцо как долго проживут вот эти ваши кольца особенно вот такие вот до большой вопрос из-за чего мы собственно вот обратите внимание доски одинаковые а кольца разные из-за чего была переделана вся вот эта вот система из-за того что вот с жесткими ремнями вот с этими вот они просто не выдерживают этой нагрузки и кольца рвутся ломаются а еще то же самое кольца рвутся если у вас какой-то произошел инцидент например доска перевернулась или у вас там удар какой-нибудь ситуация резинка она отработает демпфирует этот удар то есть вы когда будете переворачивать доску назад будет на резинках когда жесткие крепеж вот весь крепби вся у все усилия придет сюда и резинка принимая часть нагрузки а тут вся нагрузка будет приходиться на кольца и есть вариант что вырвется вот это вот кольцо вот физически вырвется даже вот такое прочное и чего может резинка сама порваться при слишком сильной нагрузки а тут при слишком сильной нагрузки сто процентов вырвется кольцо потому что вот на этом ремне можно там не знаю там танк из грязи вытаскивать он очень прочный ремни очень надежная вот и ну плюс резинка она более универсальная то есть ее под нее вот просто ее оттянул чет засунул и достал а стропу ее надо расстегивать оттягивать там обратно затягивать лишнее усилие как тут мы больше привыкли к резинкам они нам больше нравится